привет друзья меня зовут чёга артём и вы в моей студии пластик боди что-то давно я вам не снимал видео на тему пластик боди сегодня хочу с вами поделиться темы это задняя поверхность бедра да как же это делается зачастую девочки которые приходят ко мне на консультацию я им говорю о том что задняя поверхность бедра самая такая безболезненная но очень эффективная объясню почему потому что очень важно это когда мы сделали наружную часть бедра то есть всеми известные злостные попины ушки здесь действительно идет уменьшение да и все равно потом создает вот этот небольшой объем как по задней поверхности бедра и как бы сама ягодица она плавно переплывает как бы в общую массу ноги и то есть нет вот этой красивой как бы улыбки ягодичные из-за того что собирается вот этот под ягодичный валик и это является проблемой которые как бы очень сложно каким-то образом победить там с помощью каких-то обычных массажей так или с помощью спорта это все очень сложно поэтому сама наружная часть бедра то есть папина ушка она еще скапливается под ягодичной под ягодицей то есть соответственно здесь как бы мы объем убрали здесь как бы она осталась ну то есть если я с этой стороны вам покажу то здесь и соответственно как бы здесь идет ровная ровная бедро и нету вот этой красивой как бы улыбки папиной поэтому наша задача убрать как бы основной объем то сделать красивый силуэт да то есть вот этот вот и потом сзади наша задача убрать под ягодицей чтобы как бы ягодица была ярче выражена здесь сама структура бедра было намного лучше вот чтобы здесь было все потянуто конечно мы еще заходим немножко во внутреннюю часть бедра для того чтобы немножко зацепить коленной коленная яблочко вот это коленное ушко да и сделать хорошую структуру во внутренней части бедра соответственно как бы вот таким вот образом мы работаем сейчас мы работаем где-то приблизительно час уже здесь очень красивая эритема да понятное дело небольшие синячки могут быть потому что там возможно где-то капилляры ближе расположены но вообще самая идеальная эритема это без синяков конечно мы делаем все для этого возможно но иногда не все от нас зависит поэтому наша задача как бы делать это все интенсивно для того чтобы пришел приток крови для того чтобы улучшить разрушение фиброзных тканей да и соответственно когда мы отпускаем клиента человек через три-четыре дня получает как бы отек эритему которая проходит через три-четыре дня уже окончательный результат мы как бы оцениваем через четыре-пять недель когда мы сделали полностью всю нашу работу потому что мы не можем сделать только ушки и оценивать через четыре-пять недель потому что все равно когда мы делаем определенное повреждение до делаем отек то соответственно идет отечность идет вот этот набряк до идет вот вот это вот все 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 как бы еще отечная организм просит очень много воды вот и соответственно сдержка воды и в таком случае как бы объективно адекватно оценивать как бы и результат очень сложно поэтому наша задача в первую очередь как бы сделать максимально качественную работу максимально разрушить все фиброзные ткани для того чтобы организм помощью выведения это все как бы убрала и потом через пять или четыре недели мы уже делаем повторное фото и реально оцениваем результат реально можем замерить сантиметром реально можем как бы увидеть какой эффект мы получили вот таким вот образом делается метод пластик боди это все спокойно можно переносить любому человеку я мы сейчас работаем человек там да где-то больно местами где-то останавливаемся где-то работаем но все это в принципе в рамках и в рамках возможного поэтому не стоит поэтому поводу как-то переживать боятся что там я не выдержу я не смогу это больно и все остальное все знают что красота требует же поэтому ставьте лайки подписывайтесь на мой канал комментируйте я расскажу больше если вам будет интересно есть мне обучение по этому методу очень много информации поэтому всем хорошего настроения подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и до встречи в следующем видео пока пока